Добрый день! Сейчас минуточку подождем, пока соберутся люди. Я пока закреплю комментарий с темой, хотя вроде тему видно и в названии эфира, да, тему видно, комментарий можно не закреплять. Я попрошу тех, кто уже начинает подключаться, написать, хорошо ли меня видно и слышно, или просто быстренько поставить смайлик с пальцем вверх, чтобы я понимала, что у нас все хорошо. И тогда затягивать не будем, перейдем сразу к моему рассказу. Сегодня мы с вами поговорим о двух больших стилях – барокко и рококо. Барокко, конечно, был намного более длительным стилем, он продлился два века. Рококо значительно более короткий промежуток времени занял, всего примерно 50-60 лет, но также стал очень большим стилем, который сильно повлиял на историю искусства. Так, вижу, что отлично слышно и видно. Спасибо вам большое всем, кто отписался. Итак, тогда будем начинать, чтобы не затягивать и уложиться в час. Тема у нас сегодня обширная, так что постараюсь вам как можно лучше и в довольно быстрой форме рассказать об этих двух стилях. И мы сегодня посмотрим очень много картин, поэтому пока что я оставлю комментарии включенными. Для того, чтобы потом вам хорошо рассмотреть картины, комментарии я выключу и уже включу для вопросов в конце эфира. Итак, всем еще раз добрый день. Меня зовут Дарья Самарина, я искусствовед, живу в Латвии. И сегодня буду вам рассказывать о барокко и рококо. В чем они были схожими, в чем у них были отличия. И посмотрим на главных художников этих двух эпох и на их самые знаменитые и самые главные произведения двух этих стилей. Итак, начнем мы с вами с барокко. Барокко зародился в конце 16 века в Италии, точнее сказать в Риме. Но затем он распространяется на всей Западной Европе и, в общем, охватывает всю Европу, всех художников. И вообще, почему изначально зарождается барокко, это было таким своеобразным ответом церкви на возникший в конце 16 века протестантизм. Если до этого Библия не была переведена на европейские языки, то в конце 16 века Мартин Лютер, который стоял во главе реформации, во главе протестантизма, он переводит Библию, и она становится доступна абсолютно для всех людей. Люди начинают ее читать, понимают, что очень часто церковь и священнослужители идут совершенно вразрез с идеями и главными постулатами Библии. Тому самый главный, наверное, пример индульгенции, которые были очень распространены в то время, это отпущение грехов за деньги, что, естественно, противоречит вообще абсолютно всему написанному в Священописании. И у прихожан открываются глаза, и многие действительно начинают отдаляться от католицизма, уходить из лонокатолической церкви, и церковь принимает решение, что нужно каким-то образом возвращать прихожан обратно, и тут на помощь церкви приходит искусство. Священнослужители начинают заказывать очень крупномасштабные работы у художников, возводятся новые храмы, совершенно новая архитектура, и не такой, как была в эпоху Возрождения, не такой сбалансированной. Все становится очень таким драматичным, театральным. Архитектура очень величественная, такая возвышенная, вот прям такая, чтобы прям ты взошел в храм, и даже уже когда подошел к нему, просто все теряли дар речи. И картина в это время, конечно же, заказываются тоже соответствующие. Это очень большие полотна, чтобы прихожане могли хорошо их рассмотреть, и это всегда очень эмоциональные работы. То есть в первую очередь барокко стремится именно апеллировать к чувствам и к эмоциям людей, чтобы в них пробуждать какие-то эмоции, и тем самым возвращать их обратно в лонокатолической церкви. Так что в целом можно сказать, что барокко было таким настоящим программным искусством, не то чтобы политическим, но именно таким пропагандирующим возвращение обратно в католицизм. И одним из самых главных художников, который как раз-таки трудился по заказам церкви и священнослужителей, был Караваджо, как раз-таки итальянец, собственно, из той страны, в которой барокко и зарождается. И сейчас тогда я отключу комментарии, поставлю первый слайд с работой Караваджо, чтобы мы уже дальше с вами на наглядном примере могли смотреть, какое искусство должно было апеллировать к тем самым чувствам верующих и возвращать их обратно в лоно-церкви. Сейчас, секундочку, найду фотографию. Итак, наверное, одна из самых известных работ Караваджо и одна из самых ключевых работ в жанре, то есть в стиле барокко, это «Призвание апостола Матфея». Картина была написана как раз вот в самом-самом конце XVI века, и была она сделана по заказу для церкви Сен-Луиджи де Франчези в Риме. Вообще, изначально у Караваджо заказали фрески. Он должен был написать фрески для этой церкви, но он отказывается и делает очень крупномасштабные, большие работы на холстах. И вот эта картина как раз-таки является одной из этих работ. В этом цикле он описывает как бы все жизнеописание апостола Матфея, и эта картина такая является самой, наверное, кульминационной. И вообще, в целом, барокко — это всегда кульминация действия, всегда какой-то самый главный ключевой момент истории будет изображен на полотне. И как раз-таки это мы и видим на этой работе. Согласно сюжету из Библии, Иисус Христос встречает Матфея у ворот древнего города Капернаума, и, собственно, видя его, призывает его к себе на служение, пойти за ним, стать апостолом. Он помещает героев библейских и самого Иисуса, и апостола Матфея в очень такие понятные для человека, жившего в XVI веке условия. То есть они выглядят как обычные простые люди вот конца XVI века. Как они выглядели, так он и изображает их на полотне. Он ничего не приукрашивает. И для того, чтобы как раз-таки, в общем-то, приблизить верующих к библейским каким-то сюжетам, он делает эту работу очень такой осовремененной, на свой современный лад, изображая их совершенно простыми людьми. И в чем здесь у нас заключается, в общем-то, самое главное? Как мы можем с вами узнать, что это именно барокко? Во-первых, в барокко очень явно всегда присутствовал контраст цвета и тени. Мы с вами видим очень явный контраст вот здесь, особенно где идет диагональная линия, и луч света падает, вот как раз-таки указывая нам на апостола Матфея. Это очень явный контраст светлого и темного. Иисус находится как раз-таки вот в темной части полотна, и свет как будто бы вот из прожектора светит и направляет луч прямо на апостола Матфея, который также указывает пальцем на себя, будто бы вопрошая, действительно ли к нему обращается Иисус. Вот он самый кульминационный момент сюжета. Это, опять же, нам доказывает то, что это именно барочная композиция, потому что это кульминация действия, самый ключевой момент. Опять же-таки, это вот этот вот светотеневой контраст, который называется тенебризм. В Италии это называлось кьяроскура, то есть, собственно, контраст света и тени, который в эпоху барокко должен был подчеркивать еще большую драматичность этого сюжета и высвечивать лица главных персонажей, вот буквально, можно сказать, как будто бы прожектором. Следующий наш с вами сегодняшний герой уже будет немножечко с другим совершенно направлением искусства, но это все тоже барокко. Согласитесь, что сюжет уже совершенно другой, это уже не какая-то библейская сцена, это уже более что-то такое возвышенное, клубящееся. Сначала мы вообще даже сложно понимаем, что же это такое происходит на этой работе. Это Питер Пауль Рубенс. Питер Пауль Рубенс, как его еще называли, он был таким настоящим певцом всех радостей этой жизни. Он пытался на своих картинах, наоборот, отходить уже от каких-то таких очень религиозных, сложных сюжетов. И если здесь еще виднеется какой-то более плавный переход, то на его других уже работах, более поздних, будут уже совсем такие сцены из какой-то обычной жизни, но при этом возвышенные, очень такие романтичные. Вот в следующей картине мы с вами это наглядно увидим. Здесь еще очень такое прям самое настоящее барокко, какая-то суматоха. Очень даже сначала сложно понять, что вообще на этой картине происходит. Какой-то просто клубок из людей и львов. Изображена охота на львов здесь. И, собственно, как раз-таки самый кульминационный момент этой охоты, когда вроде еще непонятно, кто выигрывает, да, вроде бы и люди пытаются этих львов победить, но при этом львы не сдаются и продолжают кусать людей. И все вот такое очень закрученное. И именно в эпоху барокко вот этот вот мотив закрученности, и вот такого вихря какого-то, он был тоже очень распространен. Здесь, опять же-таки, мы видим диагональ. Барокко вообще очень любила диагональные линии. Если мы с вами вспомним предыдущую картину Караваджа, там тоже очень четкая была диагональная линия на как раз-таки противопоставлении света и тени. Здесь диагональ, в общем-то, строится, ну, практически разрезает картину пополам, по диагонали копья тоже добавляют нам вот этих диагональных линий. И все в таком совершенно сначала даже обескураживающем каком-то клубке. И, в общем-то, чтобы рассмотреть там какие-то детали, изначально нужно постараться. Такие картины были очень частыми в эпоху барокко. И сейчас я вам покажу совершенно другой сюжет Рубенса, который уже намного более часто встречается на его работах, более романтичный, когда люди уже начинают, в общем-то, им приедается вот это церковное искусство, и появляются уже более такие аристократические запросы на картины. Уже аристократы заказывают себе живопись и свои портреты. Но эту картину он писал не на заказ. Эту картину Рубенс писал для себя. И здесь он изображает свою историю любви. В картине под названием «Сад любви» он изображает самого себя и свою возлюбленную Елену Фурман, которая появилась в его жизни после смерти его первой жены. И эту картину, в принципе, можно рассматривать как своеобразную любовную историю, которую мы можем прочитать не как обычно слева направо, а наоборот справа налево. Если в правом углу мы с вами посмотрим в самый правый угол картины, мы увидим молодого человека в красной накидке рядом с барышней, который пытается оказать ей знаки внимания очень робко, и пока еще неизвестно, получается у него что-то или нет. И дальше, если мы переведем с вами взгляд наоборот уже на левую часть полотна, то там мы видим уже такую сложившуюся пару, возможно, даже женатую. И Рубенс в этой картине изображает самого себя и свою возлюбленную Елену, придает абсолютно практически всем женщинам на этой картине портретные черты Елены, а двум мужчинам по правую и по левую сторону портретные черты самого себя. И так как мы с вами сегодня будем говорить еще и о Рококо, я хотела бы немножечко сделать ответвление о том, какие были у них схожие черты. Вообще изначально кажется, что такие классические картины в стиле барокко, ну в целом совершенно не похожи на Рококо, потому что Рококо был такой более воздушный стиль, очень элегантный, очень такой фривольный, полный романтики, чувств и возлюбленных. Но как раз-таки вот эта картина Рубенса уже является таким небольшим каким-то переходом, похожим уже на живопись эпохи Рококо. Она все еще барокко, мы все еще видим здесь вот такое тоже как будто бы клубок каких-то действий, очень много людей, очень многофигурная композиция, темное небо такое. Но уже появляются амурчики, которые летают над возлюбленными, уже сюжет совершенно другой, это уже влюбленные пары. И как раз-таки вот это будет очень схожим с живописью эпохи Рококо, которую мы с вами обсудим чуть позже. И сейчас я поставлю следующего нашего сегодняшнего художника эпохи барокко. Это Рембрандт, Рембрандт Хармонс Ван Рейн, фламандский художник. Это его автопортрет с женой Саскией. Буквально в тот год, когда они поженились, он изображает себя и Саскию в образе героев притчи о блудном сыне. Как раз в то время, когда блудный сын растрачивает имущество своего отца. И он показывает такие радости жизни. Вообще в эпоху барокко как раз-таки начинается уже эпоха радости бытия, каких-то житейских радостей. Мы с вами потом это еще отледим на натюрмортах. Но тут уже богато обставленный стол мы можем увидеть, веселых жизнерадостных людей. В общем, начинается уже такое начало культа жизненных каких-то наслаждений, который потом вообще своей высшей кульминацией достигнет как раз-таки в эпоху рококо. Но и в эпоху барокко уже это имеет место быть. Этот портрет тоже абсолютно барочный. Во-первых, здесь контраст света и тени. Может быть не такой явный, как у Караваджо, более сглаженный, но все равно Рембрандт очень высвечивает, опять же таки, лица главных двух героев и подсвечивает их будто какой-то лампой. Также мы здесь видим занавес в правой части картины, который нам говорит о какой-то такой камерности происходящего, о театральности. И вообще вот эти намеки на театральность очень часто были в эпоху барокко. В принципе, можно сказать, что барокко — это такое представление театральное перед зрителем, очень эмоциональное. И вот действительно такому театрализированию искусства уделялось очень большое внимание в эпоху барокко. И еще одну работу вам, Рембрандта, покажу. Секундочку. Это известная работа Даная. Миф о Даная, отцу которой было предсказано, что он погибнет от рук сына своей дочери. И как раз-таки свою дочь Даная он заключает в подземелье, приставляет к ней служанку, чтобы, значит, не случилось, чтобы она не родила сына, который, по предсказанию, должен был потом убить отца Даная. Ну и, собственно, согласно этому мифу, Зевс влюбляется в прекрасную узницу Данаю, проникает к ней в виде золотого дождя, и, в общем-то, все-таки то самое оплодотворение все равно происходит. И у нее рождается сын. Здесь обычно вообще этот миф очень часто транслируется на картинах различных эпох, и практически всегда художники изображают тот самый золотой дождь действительно в виде таких золотых, настоящих таких лучей, стекающих с неба, с потолка. Ну, в общем, его можно увидеть наглядно. Здесь же Рембрандт выбирает такое очень интересное решение, он не изображает сам золотой дождь, он изображает очень теплый желтый свет, который и является символом того самого золотого дождя. И Даная в очень таком легком жесте поднимает руку, как будто бы пытаясь нащупать вот этот вот желтый свет. На этой картине Рембрандт изначально тоже придал этой главной героине портретные черты своей жены Саскии. Но в процессе работы над этой картиной происходит несчастье, Саския умирает. Через какое-то время в жизни Рембрандта появляется новая девушка по имени Гертье. И, собственно, считается исследователями, что в образе Даная и в данном полотне Рембрандт как бы совмещает образы своих двух возлюбленных, своей жены Саскии и девушки, которая появляется в его жизни после смерти жены. И это становится таким своеобразным синтезом этих двух девушек. И еще хочу успеть вам показать натюрморты эпохи барокко, потому что они тоже прекрасно отображают эту эпоху. Вообще в XVII веке развивается такой культ еды, так сказать, так как уже жизненным наслаждением уделяется более пристальное внимание, и люди уже наслаждаются чем-то таким более житейским. Начинается действительно самый настоящий культ еды, после которого появляются натюрморты. Если до этого любые фрукты, цветы, любая еда в целом была только какой-то атрибутикой картин, задним планом или просто чем-то дополнительным, то именно в XVII веке, именно в эпоху рококо, рождается новый жанр, жанр натюрморта, который выходит на отдельный план, как уже самостоятельный отдельный жанр. И одним из ведущих специалистов, так скажем, в жанре натюрморта становится фламандский художник Франц Снайдерс. Если кто-то из вас был в Эрмитаже, наверняка видели очень массивные, просто огромные работы во всю стену Франца Снайдерса, на которых он изображает очень часто рынки. В данном случае, например, лавка дичи, но у него также были и огромные работы с изображением различных рыб, морепродуктов, морских гадов, ну, также и овощи, и фрукты. В общем, абсолютно все, все продукты, которые вообще можно было себе представить, художник изображает. И, будучи очень состоятельным человеком, он просил каждый день приносить ему свежие продукты, свежую дичь, свежую рыбу, абсолютно все самое свежайшее, и изображал именно с натуры. То есть он писал самое свежее, вот там и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты, самые-самые свежие, обладая довольно-таки большими финансами за счет хорошего состояния своей семьи. Сейчас еще одну работу его вам покажу. Она мне очень нравится. Три обезьянки с фруктами. Здесь мы с вами видим уже такой, наверное, более классический голландский натюрморт, в котором абсолютно детализировано, очень красиво выписаны все детали овощей, фруктов. И три обезьянки, которые покусились на все эти фрукты и пытаются их украсть. Почему мы с вами можем причислять эти работы, опять же-таки, к барокко? Потому что мы все равно видим контрасты света и тени. И все фрукты тоже, опять же-таки, как будто бы высвечиваются прожектором. Это было очень важно в эпоху барокко. И натюрморты, в общем-то, как и изображения людей, тоже становятся такими, как будто бы высвеченные светом прожектора. И покажу вам еще натюрморт художника, которого мы с вами первого сегодня обсуждали. Это Караваджо. Вспоминаем его картину «Призвание апостола Матфея». И теперь посмотрим с вами на его натюрморт. Вообще натюрморты в творчестве Караваджо были очень-очень редкими. И это одна из немногих работ именно в жанре натюрморта. Что еще такого интересного было в эпоху барокко? Барокко в целом не стремилось приукрасить жизнь. Оно изображало все абсолютно как есть. Вот если изображается натюрморт, то вот Караваджо очень хорошо вообще это изображает. Все будет как есть. Мы с вами, если приглядимся, то там будут и какие-то пожухлые листочки, и в яблоках мы можем увидеть уже какие-то подгнившие части этих яблочек. И на листиках уже какие-то пожухлости. В общем, изображалось все абсолютно как есть. То есть не стремились изобразить идеальный лист винограда или идеальное яблоко. Художники изображают все как есть. Опять же таки здесь мы с вами видим интересное контрастное световое решение. Свет как будто бы у нас падает из верхнего левого угла и освещает фрукты, освещает вот эту очень фактурную корзину. И вообще за счет того, что Караваджо делает здесь очень светлый фон, на его фоне вот эти яркие фрукты, листья. И за счет вот этого контрастного света, который еще и падает не прямо спереди на картину, а с левого верхнего угла вообще создается такое впечатление трехмерности изображения. Как будто бы вот мы с вами можем вообще потрогать все эти фрукты и ягоды, которые изображены, конечно, с невероятной вообще такой детализированностью и реалистичностью. И переходим мы с вами потихонечку к уже восемнадцатому веку. Барокко длилось очень долго, да, это с конца шестнадцатого века до конца восемнадцатого века. Началось оно, как я уже говорила, как программное такое церковное искусство католической церкви именно. Затем оно уже перерождается в более такое искусство, прославляющее какие-то более такие бытовые наслаждения, радость бытия. И к концу восемнадцатого века это уже такой, наверное, вот кульминация жизненных наслаждений происходит. Во Франции на престол восходит Людовик XV в пятилетнем возрасте, очень молодым. Естественно, до его восемнадцатилетия за него правил регент. Но уже с момента начала правления Людовик XV, извиняюсь, а это 1715 год, как раз-таки начинается эпоха рококо. Это является действительно продолжением барокко, потому что все жизненные наслаждения, абсолютно любые наслаждения, которые только можно себе представить, присутствовали в эпоху рококо. Это был очень изящный стиль, очень галантный, очень такой местами фривольный и очень романтичный. И Людовик XV, конечно, тоже являлся таким, можно сказать, что очень хорошо характеризовал свою эпоху. Его любимым выражением была такая фраза «Живем только раз, после нас хоть потоп». И это прекрасная, просто прекрасная формулировка для обозначения всей эпохи, как раз-таки эпохи рококо. Жить одним днем, жить, как сейчас принято говорить в моменте, вот это как раз-таки все происходит в эпоху рококо. Люди наслаждались каждым днем, в общем-то все картины пишут только о каких-то жизненных удовольствиях, о любви. И на самом деле люди в то время так и жили. Они жили только своими какими-то удовольствиями. Ощущение было, что вообще никто не работает, не занимается никакими важными делами. Все только отдыхают, прогуливаются, слушают музыку, в красивых интерьерах находятся. И все такое прямо очень розовое, пушистое и невероятно милое и романтичное. И, конечно, да, Людовик XV становится ключевой фигурой, но еще более ключевыми фигурами в XVII веке, то есть в XVIII, извините, в XVIII веке становятся женщины. И вообще можно сказать, что эпоха рококо — это больше эпоха такая очень женская. Во-первых, женщинам уделяется очень пристальное внимание, их начинают намного чаще, чем мужчин, изображать на портретах. Потом мы с вами поговорим про, можно сказать, такого главного идейного вдохновителя эпохи рококо — Мадам Пампадур, которая была возлюбленной фавориткой Людовика XV, и которая в целом, наверное, была главным таким вдохновителем всей эпохи. Сейчас найду нашу первую картину эпохи рококо, возможно, не самую такую каноническую, но хочется мне тоже добавить, что в эпоху рококо не было все так уж прям совсем уж приторно-сладко. Это начинает уделяться пристальное внимание также и человеческим чувствам, как и в эпоху барокко. Если барокко было таким вообще в целом эпохой движения, на всех работах изображалось движение, но также и начинается такое движение внутри человека, то есть эмоции тоже выходят на первый план. Если раньше люди изображались практически безэмоциональными, то в эпоху барокко это уже начинается, в эпоху рококо совсем уже такая кульминация человеческих эмоций. И часто эти человеческие эмоции были не обязательно только радостными и счастливыми. Были, например, и такие картины, особенно у Антуана Ватто. Это первый художник эпохи рококо, про которого мы сегодня с вами поговорим. И как раз-таки очень такая необычная и для самого художника, и в целом для эпохи рококо картина нетипичная, так скажем. Мы с вами видим актера театра, тоже вот как раз-таки здесь перекликается опять же-таки с барокко, да, интерес к театру. Если в эпоху барокко мы будем видеть всегда, ну часто на картинах театральный занавес, то в эпоху рококо вот тем самым театральным занавесом часто выступают деревья, которые как будто бы обрамляют картину вместо занавеса. И здесь мы с вами видим актера театра, которые обычно вообще на картинах в эпоху рококо изображались как второстепенные персонажи, которые развлекали аристокрасию, влюблённых пар и так далее. Здесь изображается главным героем тот самый сам актёр, позади которого проходит вся жизнь, а он стоит как будто бы на сцене, на переднем плане, абсолютно с таким грустным, отрешённым лицом. И вот как раз-таки ему и его эмоциям на этой картине уделяется очень пристальное внимание. И это такое скорее исключение в эпоху рококо. Во-первых, человек, который не одет в какой-то очень нарядный костюм с большим количеством бантов, рюш и так далее, он одет в свой сценический костюм, но при этом он здесь предстаёт перед нами не как актёр, а как настоящий человек со своими эмоциями, чувствами и переживаниями. И для контраста покажу вам такую классическую работу Антуана Ватто, вообще такую, наверное, самую главную в искусстве рококо, это «Паломничество на остров Кеферу». Вот эта картина как раз-таки является самым, наверное, главным отображением всего искусства этой эпохи. Природа, которая очень часто практически на всех картинах, если это не интерьерное, то обязательно будет изображаться природа. Очень такая тёплая колористика, пастельные тона в одеждах, светлое небо с белыми облаками, и всё такое очень сглаженное, как будто бы немножечко такое высветленное даже чересчур. И здесь мы с вами видим влюблённые пары, которые тут и там, кто присел, кто разгуливает. В общем, классическая-классическая история эпохи рококо. «Паломничество на остров Кеферу» — это рассказ о путешествии влюблённых пар на греческий остров Кеферу, который был таким главным центром богини любви и красоты Афродиты. И это, конечно, одна из самых ключевых работ, которая очень хорошо передаёт дух эпохи. Всё очень такое лёгкое, никакого сложного сюжета, никакой сложной композиции, очень лёгкий сюжет, романтичные пары, красивая природа, амурчики там вдалеке в небе летают. В общем, всё очень такое приятное глазу. Ещё одного художника вам покажу. И как раз, как и обещала, расскажу вам о мадаме де Помпадур, которую у неё любимым художником был Франсуа Буше. Она вообще была очень образованной дамой. Сама брала уроки рисования у Франсуа Буше. Также она открыла мануфактуру, свой завод по производству северского фарфора. И по эскизам художников, в том числе и по эскизам Буше, она там производила фарфор. Дама была очень образованная, очень начитанная. Изначально она была фавориткой Людовика XV, затем ещё 15 лет, уже после того, после пятилетней любовной связи, она становится его главным советником, практически министром во Франции, и сосредотачивает вокруг себя и вокруг короля самые главные, ключевые умы эпохи XVIII века. Писателей, художников, математиков, учёных, всех самых умных людей своей эпохи она окружает этими людьми и себя, и короля. Она, конечно, была таким главным идейным вдохновителем вообще в целом всей эпохи рококо. Она вводит моду на пышные наряды, полные украшений, бантов, рюш, кружев. Она вводит также моду на дамские каблучки. Вот если мы с вами приглядимся на эту картину, то увидим, что на Мадам де Помпадур одеты башмачки на каблуке без задника, то есть только с передней частью обуви. Вот как раз-таки именно такие туфли в моду вводит Маркиза де Помпадур. И её любимым художником, как я уже сказала, был Франсуа Буше, который каждые 3-4 года примерно писал по одному портрету Мадам де Помпадур. И если посмотреть все эти портреты, то мы никогда не увидим никакого отпечатка возраста на лице Маркиза де Помпадур. Она всегда будет молода и красива. И это тоже было таким ключевым отличием эпохи барокко от эпохи рококо. Если в эпоху барокко людей изображали такими, какими они есть в настоящей жизни, если старик, то изображают старика. Если у человека есть какие-то физические недостатки, то он изображается с этими физическими недостатками. А в эпоху рококо, наоборот, можно сказать, по-современному у людей даже как будто бы фотошопили на картинах, изображали всегда молодыми и всегда красивыми. И вообще эпоха рококо — это культ красоты и молодости. Сейчас я немножечко поверну камеру, а то на меня прямо светит солнце. Так вот, и на картинах Франсуа Буше, на его картинах с изображением «Мадам де Пампадур» это очень хорошо отслеживается, потому что она у него даже не то, что просто не старела, она, можно сказать, что даже молодела. Сейчас вам покажу вторую работу, которая была написана уже позже. Это вообще последняя, кстати говоря, картина Франсуа Буше с изображением «Маркиза де Пампадур», на которой вообще ощущение, что она еще лет на 10 помолодела. То есть никогда не мы в эпоху рококо не увидим пожилых людей. Если это главный персонаж, то он всегда будет очень такой молодой, красивый, с кукольным личиком. Вот если это девушка, то обязательно она будет в очень пышном платье с огромным количеством бантов и украшений, с очень узкой талией, которая еще больше сужалась на этих портретах, и очень часто с открытым декольте. И переходим к следующему художнику. Это Франсуа Буше, тоже один из главных художников эпохи рококо. Он был еще и придворным художником при дворе Людовика XV. И его искусство тоже такое было очень-очень нежное, очень красивое, все в таких пастельных розово-голубых тонах. И вот эта картина, конечно, является такой очень значимой, потому что она нам вообще описывает, можно сказать, абсолютно все искусство эпохи рококо. Мы с вами видим традиционный миф похищения Европы. Я думаю, что вы все видели очень много картин на эту тему. Это была одной из любимых тем вообще художников во все времена, во все эпохи. Но здесь совершенно нестандартное изображение этого мифа. Если обычно мы с вами видим уже сам момент похищения, когда Зевс в образе быка приходит к Европе ее подругам и похищает Европу, уже увозя ее за собой. Обычно изображается именно момент похищения. Здесь же мы даже с вами не сразу видим этого быка, который обычно изображается только быкой Европы. Тут опять же-таки такое очень многофигурная такая композиция, много людей, сама Европа в окружении своих подруг. Опять же-таки амурчики летают над ними с крылышками. И изображается момент, когда Зевс в виде быка приходит к Европе. Она в этот момент играет на фоне природы со своими подругами, с цветами. И они этими цветами украшают рога и голову быка. То есть совершенно не классическое изображение этого мифа. Все изображается таким очень романтичным. И вот даже мифы похищения Европы тоже изображаются очень романтичным. И вот таким вот, я бы даже сказала, фривольным. Потому что если мы с вами посмотрим на Европу, то увидим ее, конечно, полуобнаженной. И вообще культ обнаженного тела тоже был таким очень ярким в эпоху Рококо. Чаще, конечно, обнаженными изображали мифологических каких-то персонажей или богини, но иногда проскальзывали и обычные совершенно девушки тоже в обнаженном виде. Еще одну картину вам покажу Франсуа Буше. Поцелую краткой. Картина находится в Эрмитаже. Думаю, что тоже многие могли ее видеть. Опять же-таки, очень типичная сцена для эпохи Рококо. Влюбленная пара. Очень детализировано выписаны все складки одежды, платья. Опять же-таки, очень узкая талия, открытое декольте. И мы с вами видим двух влюбленных. Молодого человека, который из балконных дверей выходит, чтобы буквально на секундочку поцеловать свою возлюбленную. Она тем самым отлучается от своих подруг, которых мы с вами можем увидеть вот там вот за приоткрытой дверью. Такая очень романтичная сценка. А если мы с вами посмотрим на композицию, опять же-таки, мы увидим диагональную линию, которая часто встречалась в эпоху Барокко. И есть тоже такой свето-теневой контраст. Но, конечно же, такого сюжета в эпоху Барокко в целом мы встретить не могли. Кавалера с дамой очень такой милой в поцелуе. И название такого поцелуя украдкой тоже в эпоху Барокко не могло бы быть. И, конечно, здесь именно по сюжету мы с вами определяем, что это эпоха Рококо, потому что в эпоху Барокко такого сюжета мы не встретим. И сейчас еще к следующему художнику эпохи Рококо переходим. Это уже такое следующее поколение художников эпохи Рококо. Жанна Норре Фрагонар. Он учился у Франсуа Буше. Эта картина, наверное, одна из самых известных у данного художника. Если мы с вами посмотрим на сюжет, вообще Фрагонар очень любил такие любовные сценки с небольшим юмористическим каким-то подтекстом. И мы с вами видим, как пожилой мужчина в тени, он находится у нас в правом нижнем углу, раскачивает даму на качелях. Дама опять у нас в очень таких пышных розовых платьях. А молодой человек, который, скорее всего, является ее настоящим возлюбленным, прячется в кустах и наблюдает за тем, как дама раскачивается на качелях. Вообще полным названием этой картины является «Счастливые возможности качелей». И как раз таки вот эти счастливые возможности качелей позволяют ухажеру, который прячется в кустах, заглянуть под складки платья прекрасной дамы, что добавляет такого некого эротического подтекста в эту картину. Вообще, именно у Фрагонара очень часто в картинах будет такой эротический подтекст. Если у Антуана Вато это всегда было очень романтичные, такие без какой-то фривольности картины, то у Буше уже начинаются такие более эротизированные любовные истории, то у Фрагонара это уже совсем развитие вот этой фривольности мы видим. И часто с юмористическим подтекстом, как, например, вот здесь. Такая целая драма, разворачивающаяся на наших глазах. И еще обратите внимание на статую, которая находится в правой части картины. Это античный бог Гарпократ. Гарпократ, я извиняюсь. Античный бог тайн и секретов, который в виде маленького амурчика подносит палец к губам, как будто бы намекая этой даме, что лучше сохранить свою тайну с вот этим кавалером, который прячется, сохранить, в общем-то, это все в тайне и в секрете от второго кавалера, который, собственно, ничего не подозревает и просто раскачивает свою даму на качелях. Еще несколько картин Фрагонара вам покажу, потому что у него, конечно, были такие целые драматические, можно даже сказать, сюжеты, разворачивающиеся на картинах. Картина-задвижка. И вроде просто любовная сценка, да, ничего необычного, но если мы с вами более тщательно изучим, значит, все детали картины, то увидим, что постель уже, в общем-то, была смята, подушки раскиданы, что намекает нам на то, что вот эта пара возлюбленных уже, скорее всего, в этой постели побывала. Но, возможно, начиналось все с каких-то более невинных поцелуев. Затем кавалер, которого мы видим здесь уже в нижнем белье, видимо, понадеялся на что-то большее. Дама пытается вырваться, тянется к задвижке, но кавалер ее опережает и раньше закрывает эту самую задвижку. Здесь мы тоже видим свето-теневой контраст. Опять же-таки, такая диагональная построение композиции. И если мы с вами взглядом пройдем вот по этому, по диагонали световой, то она нас приведет в нижний левый угол, и мы с вами увидим маленький столик, на котором лежит яблоко. Очень символично оно там лежит, потому что яблоко — это символ грехопадения, собственно, которое намекает нам на сюжет данного полотна. И еще одна очень интересная работа — это гравюра, тоже Жанна Анареф Рагонара. Опять же-таки, такая, можно сказать, юмористическая история о любовнике в шкафу, такая стереотипная даже, я бы сказала. Кульминация сюжета, как и в барокко, но, конечно, в барокко такого сюжета мы с вами бы никогда не встретили. Кавалер, который стыдливо прячет взгляд и, смотря вниз, выходит из шкафа. Родители молодой девушки, которая тоже, стыдясь, прячет лицо и плачет, закрываясь тканью. И, собственно, отец то ли с кочергой, то ли с палкой в руке готовый вот-вот наброситься на молодого человека. Мать абсолютно разъяренная. И здесь мы очень-очень хорошо отслеживаем, можем увидеть все эмоции героев. Девушка плачущая, молодой человек такой, склонивший голову в стыде и очень разъяренные лица родителей. И вообще в эпоху рококо часто складывается впечатление, что мы с вами, как зрители, как будто бы немножечко подглядываем за героями картин. Поэтому никакие эмоции не приукрашены. То есть мы не видим здесь безэмоциональных героев. Абсолютно у всех очень ярко выражены эмоции на лицах. И вот эта эмоциональность и такое как будто бы подглядывание в замочную скважину за героями романтичных таких картин, это, в общем-то, было главным таким веянием в эпоху рококо. Ну что, друзья, я уже практически наговорила тут на час. Включу комментарии сейчас обратно. Может быть, у вас есть какие-то вопросы ко мне. Сейчас уже выключу картины. Часа, конечно, мало для того, чтобы охватить эти две огромные темы. Тут можно рассказывать и разговаривать бесконечно. Но я сегодня хотела вам рассказать такие основы этих двух стилей и посмотреть на то, как вообще меняется искусство на протяжении двух веков, точнее, трех даже, 16-го, 17-го, 18-го века, как оно от такого программного искусства католической церкви переходит к совершенно другому, фривольному, очень романтическому искусству эпохи рококо. И самые главные шедевры мы с вами сегодня, конечно же, посмотрели. Завтра я планирую у себя на страничке еще какие-то интересные картины с вами из эпохи барокко и рококо рассмотреть. Так что переходите. Буду еще продолжать рассказ об этих двух темах. Ну, не только, конечно же, об этом. У меня в профиле. Сейчас прочитаю. Может быть, были какие-то вопросы сначала, которые я могла пропустить. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо за увлекательный рассказ. Я очень-очень рада, что вам понравилось. Спасибо. Сейчас еще буквально минутку подожду. Вдруг у кого-то остались какие-то вопросы. И тогда буду желать всем прекрасного дня. Сегодня у нас будет еще один эфир вечером. Спасибо всем большое. Мы сейчас обязательно сохраним эфир. И тем, кто присоединился попозже или тем, кто не успел досмотреть, будет возможность посмотреть этот эфир еще в записи. Спасибо вам большое. Слушали с удовольствием. Я очень-очень рада, что вам понравилось. Если какие-то вопросы у вас возникнут уже после того, как я отключусь, милости просим в профиль, с удовольствием отвечу на все вопросы, все расскажу. И продолжу еще свой рассказ завтра уже у себя в историях. «Немного не поняла, почему около картины Рембрандта Даная 1985...» Ой, извиняюсь. Да, конечно же, это ошибка. Естественно, это был не 1985 год. Год нападения... Да, действительно, на картину было совершено нападение. И как раз-таки в этом году это действительно так. Да, картину облили кислотой. Да, я прошу прощения, конечно же, с картиной Даная с годом я ошиблась. Понятное дело, что ее Рембрандт написал не в 20 веке. Кстати, про нападение на эту картину могу еще рассказать в сторис, потому что история интересная. И то, как ее потом спасали, и как ее реставрировали. История, конечно, такая, прям, можно сказать, детективная. Ну что, друзья, я тогда уже буду выключаться. Если еще у вас остались какие-то вопросы, задавайте их у меня уже на страничке. Всем вам большое спасибо, что вы сегодня... Да, расскажите, пожалуйста, про Данаю. С огромным удовольствием эту историю расскажу. Или сегодня, или завтра. Спасибо вам большое. И до новых встреч. И прекрасного вам всем сегодня дня. И еще вас сегодня ждет очень интересный эфир в нашем аккаунте в рамках марафона. Всем большое спасибо.